Покупатели просыпали зерно. Покупатели просыпали зерно. Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса. 1. Газета «Коммерсант» номер 71 от 22 апреля 2019 года. Строение 10. Низкий спрос на российскую пшеницу со стороны ключевых покупателей, Турции и Египта, начал сказываться на ценах. Впервые за месяц они упали на доллар 2,4, до доллара 224-221 за тонну. При рекордно низких запасах пшеницы в РФ и высоких внутренних ценах активизации торговли ждать не стоит, предупреждают аналитики. По итогам прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина снизились на 3 доллара, до 224 доллара за тонну. ФАБ, глубоководные порты, сообщился в ИКОН. Как следует из материалов аналитиков, это первое падение котировок с 15 марта, до того они были на уровне доллар 226-227 за тонну. По данным гендиректора Прозерна Владимира Петриченко, на прошлой неделе цены в среднем упали на 2 доллара, до 222 доллара за тонну. Глава Института конъюнктуры аграрного рынка, ИКАР, Дмитрий Рылько говорит о снижении на 4 доллара, до 221 доллар за тонну. Как отмечают в Савэконе, цены активно снижаются из-за резкого замедления спроса со стороны покупателей. Многие из них почти закрыли потребности в зерне и ожидают нового высокого урожая по более низким ценам. Савэкон недавно повысил прогноз сбора зерна в России в 2019 году на 3 миллиона тонн, до 129,1 миллиона тонн, пшеницы, на 3,4 миллиона тонн, до 83,4 миллиона тонн. ИКАР ожидает урожай в этом году 125,2 миллиона тонн, включая 79,5 миллиона тонн пшеницы. Почему падает экспорт пшеницы? Спрос на российское зерно крайне низкий, подтверждает региональный директор Агрезин Комодитиз в РФ Сабина Содикова. Традиционно в это время активно экспортировалась пшеница в Турцию, мукомольная промышленность которой затем поставляла муку в страны Ближнего Востока, такие как Сирия и Ирак, но сегодня спроса с их стороны почти нет. Кроме того, добавляет госпожа Содикова, российская пшеница утратила конкурентноспособность на египетских тендерах. Так, на последнем тендере 12 апреля ГАСК закупил 180 тысяч тонн румынской пшеницы по доллар 228,17 229,57 за тонну и 60 тысяч тонн зерна. Си. Украины по 226 долларов и 60 центов за тонну. Российская пшеница предлагалась по доллар 229,9 239,5 за тонну. Египет скоро перейдет на закупки зерна у местных фермеров и резко на некоторое время сократит ввоз, добавляет директор Савыкона Андрея Сизов. По оперативным таможенным данным, на 18 апреля Россия сократила экспорт пшеницы на 3%, до 32 миллионов тонн год к году. В портах спрос на пшеницу также снижается. По данным Савыкона, цены на этом фоне за неделю упали с 12,9 13,4 тысяч до 12,5 12,9 тысяч рубль за тонну. Складывается впечатление, что большинство трейдеров пополнили запасы под действующие контракты, отмечают аналитики. На европейской части России пшеница третьего класса на прошлой неделе в среднем подешевела на 50 рублей, до 12,1 тысяч рублей, четвертого, на 75 рублей, до 12,5 тысяч рублей, без НДС, сообщается ВКОН. Цены на внутреннем рынке фактически не снижаются из-за низких запасов, поясняет Дмитрий Рылько. По его словам, обычно в это время сезонно баланс поддерживался поставками из Сибири, но уже второй год подряд зерно из региона пользуется активным спросом со стороны Казахстана и других стран региона. В Савыконе оценивали запасы пшеницы на конец сезона в 5,8 миллиона тонн, что может стать рекордно низким показателем. Экспортеры покупают дорогое зерно для выполнения контрактов. По прогнозам Андрея Сизова, до конца сезона стоит ждать дальнейшего снижения экспортных цен на российскую пшеницу, примерно до уровня 190 долларов за тонну, по которому сегодня оценивается новый урожай. Владимир Петриченко полагает, что котировки будут стремиться к уровню 1,195-200 за тонну. При этом, отмечает господин Сизов, падение не обязательно отразится на внутренних ценах. В центре и по Волжи они до сих пор находятся на довольно высоких уровнях. Если такая ситуация продлится до конца, активной торговли не будет, предупреждает он. Но, добавляет эксперт, возможен и второй вариант – обвал цен на внутреннем рынке вслед за мировыми. По оценкам Савэкона, на прошлой неделе контракт на пшеницу с поставкой в мае на бирже в Чикаго подешевел на 4,30 доллара, до 163 доллара за тонну. Анатолий Костырев